Кто не записал 10 пунктов? Есть? Кто запутался? Никто не запутался? Тогда хорошо. Я тогда перехожу к следующей идее. Эта идея заключается в том, что судьба заставляет нас менять последовательность приоритетов. Таким образом разрушает сбалансированную жизнь. То есть время, экзамен нам всегда дает экзамен, оно всегда разрушает сбалансированную жизнь. Как время это делает? Оно вызывает в нашем сердце тревогу, страх и гнев. Или раздражительность. Тревога, страх и раздражительность. То есть формируются какие-то желания, которые меняют приоритеты. Например, если на первое место приходит достижение самодостаточной жизни, это приводит к тому, что человек сильно напрягается. Я пытаюсь больше трудиться, я пытаюсь больше учиться для того, чтобы у меня были средства на жизнь. Но сил на это нет. Потому что сначала же сил надо получить. Силы состоят из отношения с Богом, из отношения со святостью, из отношения с этим миром, с природой. Отношения с сознанием, с духовным. Но если человек нет этих отношений, откуда он возьмет силы, чтобы учиться? Я помню, как я, не имея этих отношений, учился в мединституте через силу. Я мучил себя. У меня не было вдохновения, потому что я не понимал, зачем мне это все надо. Хотя я хотел быть врачом, я не понимал, зачем все это изучать. У меня не было вдохновения, не было силы. Вдохновение означает силы. Поэтому я мучился там. Я не учился, мучился. Если у человека нет силы, то он живет, мучается, мучаясь. Если нет у него возможности наполнять этот мир собой, он просто мучается. Итак, большинство людей как живут в этом мире? Они думают, что на первом месте самодостаточность. Поэтому они много работают, много учатся, истощают себя. Если человек поставил на первое место самодостаточность, тогда все сферы жизни человека страдают. Если я больше работаю, отношения с детьми и женой, до свидания, нет времени. Если я больше работаю, здоровья, до свидания, нет времени. Если я больше работаю, отдых, до свидания, нет времени. Природа, до свидания, духовная жизнь, до свидания. отношения со старшими до свидания и все остальное до свидания. Теперь вы скажете, а как не работать и деньги иметь? Невозможно, правда? Но есть один секрет, который сейчас не все поймут. Но попытайтесь. Это точно так же, как цветы. Вот если, допустим, человек идет по улице, роза растет. Она долго там на улице прорастет? Нет, она кому-то нужна. А если там колючка, колючка, она нужна кому-то? Нет? Нет. Вот точно так же, если человек колючка, то он не будет много денег зарабатывать. Потому что деньги, они зарабатываются в результате потребности людей. Если потребности большие на меня, то и заработок будет больше. А если потребности меньше, то заработок будет меньше. В современной культуре людям внушается, что деньги зарабатываются в результате материальной квалификации. то есть я хорошо знаю свою работу. Это правда. Это нужно. Нет смысла это отрицать. Но, если к вам приходит на фирму, допустим, вы работодатель, приходит человек, у которого высочайшее образование, крутое очень, материальное, но он очень гордый, самолюбивый, не желающий ни с кем отношения строить, не уважающих старших, разве он принесет вам счастье? Разве он будет самодостаточным, богатым? Он не будет зарабатывать много денег такой человек. А если будет через насилие над другими людьми, что еще хуже? Что еще хуже, потому что это приведет к разрушению жизни в конечном счете? Можно силой добывать деньги, силой своего интеллекта, но если человек не имеет качеств хороших характеров, которые проистекают из предыдущих аспектов жизни, тогда придется или страдать, или очень много работать, или страдать за последствия, что ты делаешь, потому что ты нечестно будешь деньги добывать, или очень много работать и тоже страдать. Поэтому, когда человек труд ставит на первое место, то это приводит к двум вещам. Перенапряжение, усталость, болезни, это первое. И второе, разрушение судьбы, жена уходит, дети не слушаются, болезнь приходит, в конце концов, человек все теряет. Выход на первое место отношений с младшими, допустим, приводит к тому, что человек не способен отдавать, у него нет возможности, он любит детей своих, но дать им нечего, но нет силы, он не получил эти силы от более высоких приоритетов, поэтому он нищим становится, такой человек. И он становится несчастным, потому что дети же, они питаются нами, нашей жизнью, а питаться, когда нечем, ребенку, тогда они отворачиваются и идут ищут что-то другое, мы разочаруемся. Выход на первое место отношений с самим собой, часто бывает, что люди как бы считают, что сначала надо о себе подумать, потом обо всем остальном, это приводит к отгороженности человека в обществе, он становится одиночкой, эгоистом и, естественно, неразвитым человеком, неуспешным. Выход на первое место выполнения своего долга перед обществом, перед семьей приводит к истощению и как минимум пониманию, что ты не способен всего это сделать. если я в первую очередь семья и работа у меня, как бы в первую очередь или семья или работа, то я, откуда силы-то брать на это на все, на семью, откуда силы брать? Нет сил, значит, скандалы, в семье скандалы, на работе неприятности. Выход на первое место режима дня и питания приводит к зацикливанию на себе и снижению активного жизненного потенциала человека. Часто человек думает здоровый образ жизни превыше всего и он перестает работать, заботиться обо всех, он становится таким растением без плодов. Вот кто хочет в себя огороде посадить растение без плодов? Никто не хочет. Такой человек становится ненужным. И дальше три пункта которые я скажу очень сложны в понимании, но я все равно их скажу. Выход на первое место отношений с природой приводит к неправильному мировоззрению и сентиментализму. Человек начинает природу считать Богом, личностью Бога, начинает поклоняться природе и сентиментально относится к этому миру. Он как бы начинает думать, что если он помолится пшеницей, то пшеница будет лучше расти. И это факт. Если помолиться пшеницей, она будет лучше расти. Но это глубокого представления об этом мире не дает такое понимание. Выход на первое место образования приводит к тому, что человек начинает все оценивать и становится бездушным. Он как бы знание ставит выше всего, выше даже любви. потому что знание без любви становится обезличенным, оно становится пустым. Когда человек ради знания живет, ученые есть, которые не верят в Бога. Это пустые люди, которые, у них нет глубоких отношений с совестью, они считают эксперимент выше совести даже стоит. Обезличивание с жизни. И выход на первое место отношений со старшими, когда это выше Бога, то приводит это к культу личности и идолопоклонничеству. Субтитры создавал DimaTorzok